В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! Пришло время подвести итоги первого рабочего дня, о самых важных событиях этого понедельника и прошедших выходных. Вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». И вот некоторые темы выпуска. Владимир Пучков в Рязани. Год культуры безопасности начался с визита министра России по чрезвычайным ситуациям. Реагенты вместо пескосоляной смеси. Рассмотрим все плюсы и минусы. Робофест-2018. Рязанские школьники приняли участие в региональном отборе. МЧС России в условиях развития современного мира и новых рисков уделяет большое внимание проведению комплексной работы по предупреждению и профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышению культуры безопасности жизнедеятельности населения. Именно поэтому 2018 год объявлен Годом культуры безопасности. Для Рязани он начался с приезда министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова. Жители Заокского сельского поселения готовятся к паводкам каждый год. И хоть крупных катастроф не происходило уже пять лет, в памяти сельчан до сих пор всплывают события 2013 года. Тогда жители Коростова были буквально отрезаны от большой земли. Теперь же к подобного рода событиям люди готовятся заранее. В поселении все начинается с постановления главы администрации. Мы выверяем все списки. Списки тех домов и тех жителей, которые могут в случае уровня воды 4,5 метра в реке Оке могут быть подтоплены. Это по селам и по Заокскому, и по Коростову. Списки людей, которые преклонны возраст. Списки рожениц, потому что их нужно обязательно, если вода будет большая, их эвакуируют. В Рязани. Готовятся и магазины, и почтовые службы. В половоде Заокска и Коростова превращаются в два маленьких островка, на которых суммарно живет чуть больше двух тысяч человек. Остальных эвакуируют силами МЧС. Если, например, раньше это ни для кого не секрет, что людей от катера до окольца Заокского перевозили на тракторных телегах. Такое было. А с 2012 года этого не стало. Потому что здесь нам помогал ГИМС. А в 2013 году 996-й спасательный центр. Здесь была амфибия ПТС. Мы ее называли танком, который перевозил людей. На этом небольшом поле помещается техника практически всех экстренных служб, которые помогают в подготовке и ликвидации половодья. Это новые образцы техники, которые наиболее, значит, у них емкости до шести тонн. Плюс пожарно-техническое оборудование, которое позволяет не только тушить пожары, но и оказывать помощь людям в медицинские, по вопросам медицины. В пятницу 26 января в пойму Аки прилетел глава МЧС Владимир Пучков в рамках рабочей поездки во Владимирскую и Рязанскую область. В селе Коростово были выставлены многие образцы техники, которую используют экстренные службы при половодье. Присутствовали и представители почтовых и газовых служб. Готовы? Сейчас весеннее половодье. Мы с вами прекрасно знаем, где будут подтоплены территории низководные мосты. Готовы? Стабильной доставки всей корреспонденции. Также на выставке техники были представлены и квадрокоптеры для постоянного мониторинга за ситуацией с половодьем. Магазины села Коростово также готовятся к весеннему половодью заранее. Они уже закупили и произвели все необходимые продукты. Глава МЧС Владимир Пучков вручил сотрудникам регионального МЧС ключа трех пожарных машин и двух квадроциклов, а также сертификаты на два беспилотника. Последние будут использоваться для поиска людей и осмотра водоемов. Владимир Пучков также вручил десяти рязанским сотрудникам медали за предупреждение пожаров, за пропаганду спасательного дела и за содружество во имя спасения. Министр отметил, что прошедший 2017 год экстренные службы Рязанской области закончились с очень высокими показателями. Губернатор Рязанской области поблагодарил главу МЧС за регулярные визиты в регионы и своевременную помощь. Владимир Пучков в свою очередь отметил, что важно провести работу со всеми группами населения, особенно с пенсионерами и школьниками. У учеников в период половодия начинаются каникулы и нужно всячески предостеречь их от выхода на лед. Также министр заявил, что это не единственная помощь, которую окажут Рязанскому региону в этом году. Рязанскую область в реагирующее подразделение в 2018 году дополнительно будет поставлена пожарная техника, вся линейка, спасательная техника, вся линейка. И, конечно, мы планируем дополнительно поставить сюда квадроциклы и всю мобильную составляющую, новая экипировка, оснащение, водолазное оборудование на небольшие глубины, которые есть в Рязанской области и новая форма одежды. Высокая оценка готовности экстренных служб Рязани к половодию, которую поставил министр МЧС Владимир Пучков, позволяет с уверенностью заявить, что паводок в этом году не обернется глобальными катастрофами. Но, как заявил Николай Любимов, надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Пока в управлении МЧС России по Рязанской области озабочены предупреждением паводка, в Рязани продолжаются пожары. Так, в воскресенье 28 января на улице Гагарина сгорела трехкомнатная квартира. Не обошлось без жертв. На месте происшествия побывала Галина Ершова. Пожар на улице Гагарина в доме номер 87 произошел поздно вечером. Около 10 часов соседи услышали странный шум, а затем и почувствовали неприятный запах. Дымом запахло. У соседей напротив особенно. У них там как-то вот, где труба прошла. Вот. И, значит, дым начал болеть. Вызвали, МЧС приехали. В 10.50 на пуль дежурного поступил сигнал тревоги. Горела квартира номер 12, расположенная на четвертом этаже жилого дома. В ней находился человек. Запах Гарри до сих пор чувствуется в воздухе. Однако не только он напоминает о трагедии. Чтобы пробраться внутрь, сотрудникам МЧС пришлось взламывать дверь. В результате пожара погиб мужчина 1964 года рождения. Пожарным было эвакуировано 20 человек. В тушении пожара участвовало 11 человек, привлекалось 5 единиц техники. Установить причину трагедии пока не удалось. У соседей нет даже предположений. Все случилось слишком неожиданно. Я знала соседей. Очень хорошие люди были. И Саша хороший человек. Очень жалко. Известно только, что на момент пожара супруги погибшего дома не оказалось. Сейчас сотрудники МЧС отрабатывают возможные причины возгорания и устанавливают ущерб. Официальная версия пока не выдвигалась. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На смену пескосоляной смеси, которую повсеместно используют в Рязани, придет реагент под названием «Бионорд». Начнется его применение только следующей зимой. Но уже сейчас жители города активно обсуждают его плюсы и минусы. Поставить точку в вопросе достоинств и недостатков нового реагента попробует Валерий Седов. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Хлорид натрия уже применяли на дорогах города около 50 лет назад. В скором времени к этому веществу был добавлен песок для лучшего сцепления автомобильных колес с дорогой. И получилась известная нам пескосоляная смесь. Со следующей зимы в Рязани начнут применять реагент под названием «Бионорд». Химических соединений в нем будет больше, а песка не станет вовсе. Это не означает, что сцепление шин с дорогой станет хуже. Реактив «Бионорд» гранулированный. Хлорид натрия, калия и кальция – это три основных элемента нового реагента «Бионорд». И по своему воздействию они похожи друг на друга. Так что будем рассматривать эту смесь на примере хлорида натрия. Какая-то опасность, конечно, в этом есть, потому что создается избыточный раствор хлорида натрия на поверхности дорог и тортуаров. Естественно, что все эти вещества попадают на материалы тех вещей, которые мы используем в качестве антикоррозионных покрытий для своих автомобилей. Здесь совет может быть только один – почаще посещать автомойки. Пешеходам волноваться не стоит. Эксперты утверждают, что реагент не вредит ни обуви, ни меховым изделиям. А вот природе он может нанести ощутимый вред. Применять реагент планируют на протяжении всей зимы. Поэтому количество химических соединений в сточных водах может быть огромным. Попадает излишнее количество хлорида натрия в сточные воды. Соответственно, потом это все попадает в АКУ. Решение этого вопроса ложится на водоочистные сооружения. После применения песко-соляной смеси весной остается много песка, которым жители города дышат еще два сезона. К тому же он забивает ливневые канализации, на чистку которых также тратятся деньги. Реагент Бианор таких следов оставлять не будет. Но с приходом весны хлорид натрия, калия и кальция будет попадать в почву. Если катионы натрия более подвижны и приносят меньше вреда почве, то хлорид аниона, конечно, больше вред приносит. И растениям, и самой почве могут способствовать некоторому закислению почвы. Возникает важный вопрос. Так ли опасен Бианорд, каким его видят окружающие? И принесет ли он больше вреда, чем песко-соляная смесь? Применение этих реактивов, конечно, с одной стороны, достаточно, ну, скажем, не то чтобы опасно, но нежелательно. Ну, а с другой стороны, удобство наше на дорогах – это тоже немаловажный фактор. В настоящее время Бианорд применяют только на улице Почтовой. Пока что никаких жалоб от людей не поступало. Полноценно его начнут использовать следующей зимой. И только тогда уже можно будет понять, чего же от Бианорда больше – вреда или пользы. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Обильные снегопады украсили улицы Рязани, но в то же время создали сложную дорожную ситуацию, справиться с которой водители оказались не готовы. В результате – многочисленное ДТП. О них расскажет Галина Ершова. Утро понедельника началось с трех аварий на Московском шоссе. Пострадавших нет, однако движение в микрорайоне оказалось полностью парализовано. По отзывам из социальных сетей, люди провели в дороге на час больше запланированного. По данным ГАИ, за прошедшую пятницу и выходные на дорогах Рязани зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 15 человек получили травмы. В регионе произошло 69 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПСГБДД выявлено 2533 нарушения правил дорожного движения. Задержано 20 водителей в состоянии опьянения. Двое из них оказались без прав. Водитель десятки привлек внимание сотрудников ГАИ тем, что включал поворотники в разные стороны. Оказалось, что водительское удостоверение у мужчины отобрали еще в 1987 году из-за дельтанизма. Однако нарушений в своих действиях он не видит. Пьяный фонтеголик, который может водить машину, может его водить в машину, он никогда в другого не стукнется. А вот некоторые товарищи, которые ездят, заистники их взят, они ездят, они на ровном месте стыкиваются, дистанции не соблюдают. В воскресенье на улице Циолковского столкнулись рейсовый автобус «Лада Гранта» и «Маршрутка». По словам очевидцев, водитель автобуса не справился с управлением на заснеженной дороге. Кстати, происшествие водитель «Лада Гранта», а также двухмесячные и семилетние пассажиры данного транспортного средства получили травмы, с которыми обращались в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются. Авария с участием детей произошла и на улице Промышленной. Водитель «Газели» протаранил иномарку под управлением 24-летней девушки. В результате ДТП девушка, водитель автомобиля «Ниссан Марч», 24-х лет, получила травмы. Также травму получил двухлетний ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве. Виновник аварии скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивает полиция. За скрытие с места ДТП грозит административная ответственность и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Массовое ДТП на проезде Яблочково собрало три автомобиля. Все они получили серьезные механические повреждения. У «Лада» оказались вмяты правые двери. К счастью, люди не пострадали. Аварией мог закончиться маневр бензовоза на южной окружной дороге. Водитель не захотел останавливаться на красный сигнал светофора. Чудом ему удалось избежать столкновения сразу с двумя автомобилями. Сотрудники ГАИ напоминают, что внимание и соблюдение правил дорожного движения поможет вам сохранить жизнь и время. Галина Ершова, Роман Вихров, телекомпания «Город». Рязанские школьники приняли участие в региональном отборе на «Робофест-2018». 27 января более 200 будущих инженеров, конструкторов и изобретателей собрались в Рязанском технопарке «Дружба», чтобы побороться за право представлять свой город на 10-м Всероссийском фестивале. Первыми представили свои проекты членам жюри ученики первых классов. К конкурсному заданию юные конструкторы отнеслись более чем серьезно. У нас существуют разные категории для участников разного возраста. Вот самый маленький – это «Джуниор УФЛЛ». Они делали в этом году свои проекты на тему воды. Что они в них должны были представить? Как можно работать с водой? Как можно ее очищать? Как можно ее использовать? Они занимались исследованием, где же в нашем мире используется вода, где она применяется, как можно решить ее проблемы или как можно улучшить ее использование, тем самым улучшить нашу жизнь. В каждой команде два человека. Ребята должны научиться работать сообща. В процессе создания модели робота они учатся исследовать окружающий мир и применять накопленные знания в робототехнике. Все проекты должны были быть выполнены из конструктора «Лего». Куритую скважину, а потом он работает и выкачивает насос из этой скважины в воду, потом очищают ее, проверяют, насколько она чистая, и потом уже распространяют. Благодаря такому количеству молодых ребят, которые уже сейчас проникаются проблемами экологии, наше будущее может стать лучше. Другие участники в этот день представили готовых роботов, которые могут выполняться различные функции. Задача соревнований состоит в том, чтобы собрать робота, который эффективно за минимальное время перевезет кубики в нужном порядке, в нужное место. Дети готовились заранее, но в день соревнований все их роботы разобраны по частям. Они выполняют сборку непосредственно здесь, под наблюдением судей, для того, чтобы все было по-честному. Это делается для того, чтобы убедиться, что каждый из этих юных инженеров и конструкторов свое детище создавал сам. Кроме манипуляций с кубиками, роботы будущих инженеров соревновались в точности черчения, состязались в скорости передвижения, играли в боулинг и сквош, выполняли простейшие расчеты. Победители отборочных соревнований представят Рязань на Всероссийском робототехническом фестивале в Москве. Анна Герцовская, телекомпания «Город». Воскресное утро для студентов Рязанского государственного медицинского университета началось с очень зрелищного лыжного забега. Участники разделились на две команды. В одной бежали любители, а в другой можно было побороться за кубок чемпиона. В гонках решили выступить не только студенты, но и преподаватели, а также руководство РязГМУ. Соревнования были приурочены к 75-летию вуза и ко дню студенчества. На месте побывала Анна Герцовская. Счастливые лица студентов, которые решились на участие в лыжной гонке, говорят не только об их любви к здоровому образу жизни, но и о дружбе народов. За призы в этот раз решили побороться ребята из России. Мне нравится вести активный образ жизни, а раньше я занималась с лыжами, и поэтому сейчас я участвую в этих соревнованиях. Должно быть упорство. И вот сейчас, когда выйдешь на лыжню, ты должен будешь стоять и ехать до того поры, пока ты не упадешь. Упорство для студентов Рязанского медицинского университета – это одна из главных черт, благодаря которой они добиваются успеха в том числе и в учебе. Вы выбрали очень важную и нужную профессию. Желаю вам пронести любовь к физической культуре и спорту через всю свою жизнь. Пусть это будет хорошей поддержкой вашей профессиональной деятельности. Нельзя стать здоровым, рассуждая о здоровье. Нельзя стать здоровым, смотря фильмы о здоровье. Здоровым можно стать только лично, участвуя в соревнованиях и лично занимаясь физической культурой. После старта они падали и поднимались. Многие иностранные студенты, приехавшие из Камеруна, Индии, Ливии, Марокко и других государств, впервые встали на лыжи. Но их счастью не было предела. Большинство из них участвовали в любительском забеге и просто наслаждались атмосферой. А некоторые даже читали стихи Есенина. Как сказать мне для прекрасной лали слова ласковые поцелуи. Я спросил сегодня, у меня ли легче ветра тысячи ванских строй. Как назвать мне для прекрасной лали слова ласковые поцелуи. Некоторые иностранцы все-таки решили, во что бы то ни стало доехать до финиша, соревнуясь на время. Они признаются, что было трудно и шутят, что их падения равнялись количеству метров на дистанции. Когда у вас есть что-то внутри вас, то оно помогает вам идти, помогает вам двигаться дальше и прийти к финишу. Может иногда я шел, но я двигался. И что важнее всего, я финишировал. Молодцы, они стараются, они хотят кататься. Потому что они, по их словам, они сказали, что есть что вспомнить после учебы в России кататься зимой на лыжах. И они стараются, учатся. 2000 метров для девушек и 3000 метров для мужчин – две дистанции, по которым шли спортсмены. На финише их ждали поощрительные грамоты, фаер-шоу, медали и кубки. С победой участников поздравил ректор Рязанского медицинского университета Роман Калинин, который финишировал в любительской гонке. Здесь нет какой-то состязательности, спортивности в чистом виде. Здесь именно команда, именно наше мероприятие, в котором мы, в принципе, просто хотим, чтобы больше студентов, сотрудников участвовали, чувствовали плечо друг друга. И, конечно, заряжались энергией того места, которое вот с той солочи нашей прекрасной. И это получается. Вы видите, какие сейчас здесь эмоции. Особенно, наверное, у тех ребят иностранных, которые приехали к нам из других государств. Может быть, снега не видели, первый раз встали на лыжи. И у них получается. И я уверен, что это будет им помогать адаптироваться к нашей прекрасной стране и чувствовать нашу культуру. Роман Евгеньевич отметил, что университет силен тогда, когда он един. Впереди студентов ожидает лыжня России, кросснаций и другие соревнования не только спортивного характера, например, приуроченные к юбилею вуза. Этот же лыжный забег проходит уже третий год подряд на базе отдыха здоровья, которая принадлежит Медицинскому университету. Лыжная гонка – это возрожденная традиция предыдущих поколений. В соревнованиях с каждым годом участвует все больше студентов. Этот забег завершился вкусным обедом, большим количеством фотографий и новыми знакомствами. Я люблю Россию. Рязгему, 70 яиц, с днем рождения. К слову, приехать покататься на лыжах на базу здоровья студенты могут в любые выходные. Руководство вуза также обеспечивает будущих врачей бесплатным летним отдыхом в этом прекрасном месте, где есть домики для проживания, столовая и водоем, в котором можно купаться. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok